Что у вас? В общем, не буду я про мустеризацию рассказывать, потому что толком я все равно эти мерки не успею, и это не мое тело. А уже кто знает, те знают, и тебе ничего нового не сказал, кто не знает, все равно ничего не узнают. Единственное, что полезно понимать промежутую мустеризацию Это две вещи. Первое, что есть мустеризация, которая дает фактически дерево, как здесь, и у вас возникает проблема в каком месте это дерево резать, сколько, собственно, здесь пластеров. Я бы сказал, что здесь два пластера и еще три одиночных гена, но это зависит сильно от температуры. Есть другие методы, например, метод К-средних, когда вы заранее говорите, сколько вы пластеров хотите, и метод вам порождает разделение ваших данных вот на столько пластеров, сколько вы заказали. А фишка там в том, что если вы заходили пластеров на один больше, то это вовсе не означает, что какой-то из полученных поделиться надо и ставить на один больше. Нет, там все может перестроиться. Но, опять-таки, зависит от задачи, это или хорошо, или плохо. Но, опять-таки, проблема здесь, что вы, когда вы делаете дерево, вы все-таки глазом примерно видите, что на что похоже, да, но вот, действительно, глазом хочется вот здесь развязывать. А если у вас вот такие невложенные пластеры, то глазом на это посмотреть не получится, то, правда, есть какие-то методы, которые оценивают качество пластеризации и позволяют вам показать, какое количество пластеров для наших данных оптимально. мы, значит, мировой наукой забыли. Некоторая специфика, которая есть в частности в задачах биосформатических, это, что иногда вы хотите пластеризовать не только объекты, но и условия. Ну, например, травили бактерии разными антибиотиками и смотрели на экспрессию генов. С одной стороны, хочется определять группу генов, которые одинаково... Конечно, отключайтесь от компьютеров, а, его... Ну, уже... там... Лучше не ходить, мешает еще. Вот, значит... Да, значит, с одной стороны, вы хотите пластеризовать гены, которые одинаковым образом отвечают на разные антибиотики, а с другой стороны, вы хотите, скажем, пластеризовать антибиотики с одинаковым способом действия. Значит, для этой цели потребна двойная пластеризация. Ну, понятно, если у вас есть матрицы, в которой по вертикали, скажем, по строкам идут разные гены, а по столбцам идут разные антибиотики, то вы можете пластеризовать вектора строки, а можете пластеризовать вектора столбцов. И получается красиво. Но это типичная ситуация, когда у вас данные, когда у вас эксперименты как-то независимы, когда у вас эксперименты не представляют у себя временной ряд, или, скажем, постепенные усиливающиеся действия какого-то агента, то вот имеет смысл действительно пытаться статализовать разные условия. На самом деле есть более тонкая наука. Такая классическая наука, то есть глубокая наука про двойную агентаризацию. А она стоит вот в чем-то. Представим себе, что у нас мы хотим выделить гены, которые реагируют вместе, но не во всех условиях, а в каком-то подножеском условии. То есть вы хотите взять вот такую вот тепловую карту и выделять в ней, так сказать, не просто сделать дерево на строках и дерево на столбцах, но это вот то, что я говорил, я говорю о пастеризации на генах и на условиях, а хотите выделить какой-нибудь квадратик, но прямоугольник, вот внутри которого гены всегда ведут страшно-страшно согласовывать. Вот эта задача очень тяжелая, причем она тяжелая сразу в двух местах. Она тяжелая алгоритмически, потому что счет долгий. Но кроме того, она на самом деле очень тяжелая и задержательная, потому что, опять-таки, никогда не понятно, но всегда можно выделить там две точки, в которых гены будут страшно-страшно-страшно-страшно. Две точки и два гена, в которых будет страшно-страшно-страшно-страшно. То есть вот как балансировать размер вашего набора генов и набора условий и уровень пастеризации, вот это тяжелая задача, я сейчас, по-моему, немножко заглохо, ровно потому что люди уперлись в содержательные проблемы. Вот. Значит, еще одна вещь, которую полезно иметь в виду, это вот, что на самом деле очень тяжело и опасно в одном эксперименте использовать данные экспрессии из разных лабораторий. Но это старый слайд, так сказать, еще когда экспрессию смотрели на микрочипах, а мне сейчас, когда экспрессию смотрят на... У меня, по-моему, нет в этом слайде, я вам слава скажу. В общем, оказывается, что данные международные лаборатории не очень хорошо спостоят. Если вы делаете там пластеризацию на условиях, то у вас большая вероятность первым делом вырастет пластеризация экспериментов по лабораториям, в которых это сделано. Мы делали такой эксперимент в свое время, там, несколько лет назад, вот с Катей Хромеевой, которая там на несколько курсов раньше у вас училась. Я не помню, где эта массовая была, а сегодня дипломная была и уже спрашивали, она это сделала. Сделали простую вещь. Взяли профили покрытия лидами при сепинировании микроскриптонов админезонных генеров, никаких вопросов про интернативность классиков вообще не было. Гены все админезонные. Ну, дальше оказалось, что эти профили вот не прямоугольничками такими ровными, что над геном хорошие профили, а тут вне генов. Хорошее покрытие, а вне гены слабое покрытие. Я такие как-нибудь в прошлый раз показывал, что бывает, когда видно кровать. Оказалось, что там имеются какие-то, действительно, горы и долины. Но самое смешное, что если я надеюсь на тот же ген и посмотреть профили его покрытия в разных тканях и в разных направлениях, то вот эти профилия покрытия спластеризуются, будут сильно скоррелированными внутри одной лаборатории. То есть не то, что, скажем, печенка в Беркли и печенка в Университете Джордж Вашингтон, они будут иметь одинаковый профиль в покрытии. А вот печенка, селезенка, значит, наличие, ладно, и какая-нибудь, не знаю, там левая икроножная лучица в Беркли будут спластеризованы отдельно, а печенка, селезенка и правая икроножная мышца из Джорджа Вашингтона будут спластеризованы отдельно. Такой довольно методический результат. И все это тоже надо иметь в виду. И если у вас такая большая аналогика про корреляцию профилей экспрессии, то надо контролировать на лаборатории, из которой они происходят. Из того, что мы используем. Вот. Значит, было, на самом деле, там еще есть одна фишка, это такая стареет история информатики, но очень поучительная. Дело в том, что когда начали приходить анализ экспрессии на микрочипах, это был такой первый, условно говоря, постгеномный поток массовых данных. И довольно быстро люди осознали, что геномы помнят, какие геномы, неважно, где его спинировали, но там уровень ошибки может быть разный. И там, если речь идет, там могут быть разные индивидуумы, если это пищечная палочка, то могут быть разные штаммы. Но, тем не менее, один и тот же организм, в разных лабораториях, будет иметь один и тот же геномовый вид. А про экспрессию, значит, ясно, что экспрессию меряют в разных условиях, на разных чипах, на разных приборах, и все это там разное. И все эти метаданные, решили, что эти метаданные надо тщательно сохранять, потому что иначе так вот это дело архивировать. И люди убили какое-то человеческое количество времени и сил, чтобы разработать вот этот вот формат Miami, значит, минимальная информация про микроэродит-перемент. Вот туда закладываются тип чипа, какие-то детали, базовые про эксперимент, базовые детали про обработку, значит, этого чипа, потому что там сначала идут основания образа, потом идут кучи всяких фермеров, которые, в том числе, делают по-разному. Но не все, в общем, есть там разные. Вот. И, в общем, идея была такая, когда у нас тут такие хорошие фермертизованные данные, вот тогда у нас разные эксперименты, можно будет сравнивать, мы вообще будем понимать, что происходит. И это кончилось просто пшиком вообще. Никогда в жизни это дело не пошло. Было чудесное письмо от Nature, я его, конечно, потерял. Вот, значит, что было такое, что, значит, уважаемые коллеги, где-то, не знаю, на втором или третьем году, все эти бурные дети, уважаемые коллеги, представляете, заниматься игрой, стоимость эксперимента таковала, что проще, если вам что-то интересно, то проще просто эксперимент повторить, а не, значит, мучиться с этой самой экинофтизацией. В общем, это еще, на самом деле, и на экспериментаторы накладывают довольно большие ограничения, да, сейчас генометр положить, генпады, на самом деле, в общем, вполне мероприятие, да, вот когда вам надо заполнять все эти бесконечные поляры для этих минимальных, минимальной информации, в общем, тоже время, да. и на самом деле, если у вас это поток, что эксперименты. Вот. Но, в общем, в этой информации такого не случилось. Значит, все-таки эксперименты, ну, там, с методами или без методами, хотя бы с базовыми данными, типа, какая лаборатория в базы данных продолжают, значит, докладывать, кто здесь еще пройдется. Ну, да, такое было действительно где-то в начале 2000-х, вот такой, значит, смешной результат. Вот. Значит, там все это лежит, и эта картинка 100-летней данности, я не знаю, сейчас так это выглядит или не так, то есть не так, но как-нибудь похоже. Вот тут разные эксперименты лежат, значит, можно их там разглядывать и что-то. Это джинэкспрошеномнивус, это такая основная одна из первых базов у нас пока. Вот. Это, собственно, я уже показал, да, вот результат пойдет пластеризация, там, развитие цветка ордидопсиса, ну, вот видно, собственно, вот эти вот гены очень похоже реагируют, да, вот с этой цвет. Ну, тут на самом деле глаза видно, а эти, наоборот, противопаты, да, эти вот. Сначала подавлены, а потом видны, то, по-моему, зеленый низкий уровень, а красный и высокий, если я правильно помню. А здесь, наоборот. А это, соответственно, пластеризация условий. Так все очень хорошо. Ну, кстати, тут в вашей картинке зеленый и красный это традиционная вещь, которая проистекает как раз из особенности чкового эксперимента, потому что мы там метили зеленым и красным полицетным белком. А на самом деле это формат плохой, потому что дальтоники эту картинку разглядывать не могут. То есть они ее разглядывать могут, ничего в ней не являются. и сейчас принято... Довольно долго вот так рисовали, опять-таки были письма в Nature от дальтоников, значит, что это все восстановительность дискриминации и водяй-яй. И кончилось это тем, что, в общем, придумали шкалу такую желчную синюю, которая действительно дальтоников хороша. И где-то в интернете есть специальная страничка, она полезна не только для цикловых карт, но и для всяких презентажных, скажем. В интернете есть страничка, в которой вы можете посмотреть, как в вашу презентацию будут видеть разные дальтоники с разными вот дезектами этих самых общин. Вот. Дело не такое смешное, как Горз, потому что, во-первых, дальтоников на самом деле не фига... А в зале присутствуют в аудитории есть дальтоники? Колитесь. По статистике, наверняка должен быть. Ну, хорошо. Вот. Ладно, я уже экспериментирую потом. Вот. На зачете. Вот. Да. Так вот. Я, в случае жизни, у нас с Александровичем был жизненный эпизод, когда мы работали в компании. Такой геномный. И, в частности, придумали сегодня замечательный информатное представление данных про функции генов. Такое одноцветное. Одним цветом кодировалась общая функциональная принадлежность. кодировалась специфичность. Вот эти обычные картинки со стрелочками, которые я там показывал много раз, когда про геномику бактерий. Сразу была идея, что выбор цветов для этих стрелочек должен быть непроизвольный, а сразу все про один сообщен. И никак мы не могли понять, почему... Значит, у нас это наше начальство, которое было в Лосковское отделение, а сама компания была в ШКАД. Значит, почему нас с руками не открывают и как-то наоборот нам намекают, чтобы не перестарались заниматься ерунду. Потом оказалось, что главный вот... так... Человек, который в этой компании за науку отвечал, такую именно вот сооруженную науку, не мокрую, а компьютерную, Росаверберг, он, как раз, на итоге. Ему наши соцветные сделочки были много совершенными. Вот. Но никакой красоты он их не видел. Вот. Человек, на самом деле, замечательный, он рос... не очень простое в общении, но он замечательен тем, что он первым задал вопрос публично, а что мы будем делать, когда у нас будет тысяча материальных геномок. Потому что геномок было там 10, и все сравнили там ручками, там, попарно, так-то все было очень. Вот. Значит... А он, как Александр Мур, который зашел муру, он смотрел, на самом деле, придумал, что мы будем делать тысячу геномок. Во-первых, как мы будем обрабатывать, а во-вторых, какие разумные вопросы мы будем задавать. Так что вся наука по сравнительному анализу регуляции, которую мы с Андреем делали, защита с тем не возникла из моей попытки ответить на вопрос роста, как правильно предсказывать регуляцию. вот. 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 А это красивая картинка. Это что бывает, когда у вас, наоборот, по... значит, эксперимент разумным образом упорядочен. Здесь упорядочен по времени, потому что это цикл развития под возможности эмалиризмом, который как-то 48 часов примерно. И там, ну понятно, если это 48 часов, то там есть очистительная периодичность двое суток, во всех данных. А кроме того, значит, еще есть фаза этой картинки. Вот можно гены все упорядочен по фазе, значит, по точке начала отсчета, да? Более того, что так, гены-то начинаются все в час один, а вот по вертикали они упорядочены по тому, как их максимум, вот их синусоиды сдвинут, значит, относительно некоторых стандартных. Вот. И получается такая вот редкостная описательная картинка. А дальше оказывается вот что. Ну вот от разной стадии этого самого развития плотмодия. Оказывается, что если вы гены сгруппируете формально просто по функциональной системе, к которой они принадлежат, то у вас получат такие же картинки только на функциональных системах, и гены будут для этой функциональной системы, действительно, будут очень хорошо скрелированы. Вот. И, в общем, все это, по-моему, фантастически здорово и красиво. Это старая статья изначально логично. Ну, протеомика понятна. Значит, есть большая наука протеомиков, у которой есть как бы два аспекта. В первый аспект это просто катало пилков, вы берете какую-то ткань и хотите понять, какие белки не присутствуют. Значит, на зарядном манной верности это делали двумерным порядком и классифицировали, фактически, ну, да, и разгоняли там в одном направлении по массе в другом направлении и по заряду, и, значит, включали фактически пятна. Значит, когда появился генон, то стало возможным эти пятна более-менее автоматическим образом относить к белкам, потому что, имея генон и хорошо предсказанные гены, да, тут еще есть, чтобы, скажем, начало генов были правильными предсказанными. А если этот реальный генон, если его критические прицелы, янгромы, которые там будут хорошо нарисованы. Но, тем не менее, если у вас есть хорошо размеченное генон, если вы умеете это делать, то дальше вы уже формально транслируете все гены белки и посчитать массу и заряд, ну, как бы, это такая и патаритметика. Потом появился более тонкий метод от масски терметрии, опять те, кто знают наверняка знают это лучше меня, а кто не знают, меня это все равно знать не смогут, потому что за три минуты я это долго не расскажу. Но основная, опять, микроматическая содержательная часть здесь в том, что у вас эти масштабы возлетают спектры, массы, пикеры. А вам нужно это превратить в спектр. сама по себе задача превращения набора спектров в прептидные последовательности, она есть, тоже довольно старая, но она решается таким трудом. В общем, этого делать не получается. При нынешней ситуации. Если у вас есть геном, то реформально берете геном, транслируете в 6-й рамках, вообще, без геномика даже не для генера, и смотрите всевозможные пептиды, которые в этом геноме могут быть закодированы. Дальше пишите, их массы смотрите, в вашем наборе эти массы пилились или нет. Тонкая вещь в этом месте, что вы хотите еще иногда учитывать не только простые белки, но и их результаты постратриционно нефигантно, редкость приезда. Ну, опять, мы знаем, какая боковая группа сколько весит, а мы знаем, сформируются серийные, трианины, я не помню, кто третий, не теразины, кажется, в уэл период аутро, период китидин. Соответственно, можно точно так же всю вашу коллекцию пептидов превратить в коллекцию пептидов с постинфункционной пептидами. Очень большая, замечательная наука, довольно много всего интересного там сделано, потому что там можно так легко определять позиции сигнальных пептидов, потому что там разрезание происходит не такое, как в Москвике. В общем, много чего люди делают. На самом деле начинают делать и массовую пептидометрию вообще даже не белков, а, скажем, пептидных антибиотиков, не либосонов. Да, есть такие чудесные антибиотики, которые, в принципе, это, так сказать, какие-то молитвы с пептидными связями, но это синтезируется всякие раза. То есть, это не закатированные не геткиномия, а это вот такая масса молитвы с антибиотиками с ферментами. Вот. И вот Павел Безнов в Питере, ну, соответственно, в Сангдееде в Питере, вот такой, значит, на 50-е занимается, хотя он, конечно, когда про это рассказывает, это интересно. Вот. Правильно, а, это какая белковая база данных? А, это как раз гнификация белков в Москве. про москвитерметрию есть две чудесных истории. Значит, там из-за того, что вот из-за особенностей процедуры, которую я рассказал, там из-за того, большой шум. И в этой рамуке есть, значит, свои правила гигиены, вот когда говорить, что мы белок зафиксировали, что он есть. И... Эти правила гигиены... Сейчас, в каком смысле снимать экран, да? Презентация просто. Вот, значит, ну ладно, это хорошо. Не берите голову. Вот. И... Значит, там есть правила, когда мы считаем, что белок действительно имеется в нашей смеси, там надо, чтобы было несколько пептидов на него попало. В общем, какие-то такие правила гигиены. Значит, была очень ясная история несколько лет назад, когда люди утверждают, что они масс-пектрометрии секвенировали фрагмент коллагена динозавра. Причем, дожди, одновые по двух. Сначала дитрозавра, а потом прямо динозавра. Вот. И действительно, этот коллаген оказался похож на коллаген птиц, которые в это время в генбанке были. В общем, значит, вроде бы, все хорошо. И дикая была по этому поводу, значит, перебранка и в самом ССС, который я так опубликовал. Там потом были какие-то технические помещали в большом количестве и пойдем на конференциях. Эти конференции не ездили, мне рассказывали. Вот. В общем, так мировое научное сообщество так до сих пор не знает, правда это или нет. Даже не знают, а не определились. Что вроде бы правда, это было буквально там, несколько недель назад, значит, были чудесные животные, такие мега-большие-большие беспитающие, кости которых нашел еще дармин в свое время, когда погибли плаву. Собственно, он опять был. И значит, были войны, там какой-то, я не знаю, носорож с головой бегемота, в общем, там какие-то чудесные живые существа. Чисто, они вымерли сами, чисто, по-видому, их люди перебили, когда заселили Америку. Вот. И, в общем, мне очень было по гостям понятно, кто они, экономически, потому что, может, они были ни на что не похожи, но вот люди действительно сделали коллаген из этих костей, причем там, может, плотно его собрали, а все-таки, длинные, на самом деле, коллаген страшно повторяющий, чем молекулы, когда они там его собирали, идентифицировали. Это отдельная история. Вот. В общем, вроде бы, они определили в команде, какие-то копытные оказывались. Вот. Значит, да, есть белковые чипы, она какая-то совсем отдельная наука, бог с ней. Есть белобелковое взаимодействие. Значит, второй же такой аспект протеомики, который имеет смысл опускать, это не список белков, может быть, с концентрациями, а это какие белки друг к другу взаимодействуют. Ну, соответственно, есть два способа. Первый способ, вы хотите брать белки в комплексах, поэтому вы делаете, скажем, антителом какого-то из членов какого комплекса, за него вытягиваете, а потом вас вы проведете и смотрите, какие белки состава какого комплекса входят. В ССОМу так делали, еще что-то там, общий глидатель такой. А второй способ, такой индустриальный совсем, это называется ржевые двухгибридные системы, не уверен. Давайте, там написано, в общем, как это работает, я тоже не буду рассказывать, и рассказать. Все знают, наверняка, ваша плата какая-то, ну и слава богу. Вот. Значит, вот это тоже, значит, в разных базах данных лежит. Там интересная история про систему звукового взимодействия. Сейчас, наверно, стало получше, я думаю, что не радикально. В какой-то момент люди сделали следующее. Они взяли вот эти вот протомные карты для адрошей, по-моему, полученных там разных экспериментов. Просто банально сравнили их друг с другом. И там совпадение оказалось вот чуть-чуть выше уровня смущательного. То есть, на самом деле, эти эксперименты не очень точные, но, вот, если массово, так сказать, если там не придавать значения, когда отдельные стрелочки, а смотреть, если высота птичьего полета, то какой-то нахуй дает следующее. Вот. А ЧПТ тоже, наверно, рассказывают, да? Тогда тоже технологию не буду рассказывать. Сейчас, у меня попозже там про ЧПТ будет отдельная песня. Там с его помощью сейчас кучу всего. Ну, раньше был ЧПЧП, а сейчас ЧПТ. Кучу всего с его помощью интересного наделали. Ну, сейчас, если вот здесь база данных по транскриптии у дрожжей, где вот данные этих замок чековых экспериментов лежат, я потом покажу пример, как это можно использовать. Вот. Можно изучать фенотипы. например, можно изучать, какие гены являются необходимыми для того или иного существа. Тут довольно сильно зависит от ваших определений. На самом деле, определения необходимого гена их можно придумать как минимум три. но первая часть учительная. Давайте найдем те гены, которые есть у всех живых существенными и установим, наверное, обязательные, потому что, если никто не обходится, значит, их обходится снизим. Это называется концепция минимального кинова. Ее придумали Кунин с Мушильяном очень давно, когда первые кинова появились. Она взрослая и интересная, потому что эти же гены по виду были у Луки, раз они у всех есть. А с вами единственная проблема, что, если это так испормально определять, то это не очень хорошо, потому что бывают эксперименты. Я показываю. Такое эксперименты, совершенно не гомологичное, но с одной и той же отсутствием. Поэтому, в принципе, правильно назвать в этой ситуации не про обязательные гены, а про обязательные инфинции. А, кстати, уже немножко труднее работает. Функции надо говорить, как ген уголовичный похожий похожий. Тоже не очень просто, но там хотя бы какие-то чистые критерии есть. Угадать, что у двух гена эксперименты с одной и той же функцией, это еще по другому. и так далее. Вот. Ну это как отдельная история. А экспериментально, значит, есть вот работы по нокаутеру. Вы берете какую-нибудь зверюшку, тут цифры какие-то неправильные на самом деле написаны. Не знаю, что это значит. Берете зверюшку, удаляете ее по одному кену, и смотрите, после этого она живет или не живет. Оно, конечно, дело хорошее. Потому что надо возьмить кучащую палочку, удалить в нее РНК, полимерацию, ясно, что она сдохнет. Береты налетают на проблему больших семей прологов, которые частично друг другу могут заменять. А куча бактерий не так существенно, а куча углер не существенно. Потому что есть такой замечательный флаг, что каждый из нас имеет примерно сотню битых генов, причем на том, как разная мутация, ни одна из копий этого гена не работает. А мы, тем не менее, как и все. Вот. И это, по-видимому, связано с значительной стеной. Конечно, у нас, может быть, не сажают те условия, чтобы это было бы существовать, а с другой стороны, там сильный эффект, что очень большая ничем. И довольно много генов на довольно сильно пересекающих секунду. Вторая фишка здесь вот какая. Ну, очень хорошо, даже рента полимераза, она цинкетбатрики, рента полимераза, без нее не живут. А вот, скажем, какой-нибудь трептопан-синтаза. Дальше, средства, среды. Если вы живете на бедной среде, то вы без трептопана всегда сжать не будете, потому что у вас не будет трептопана. А если вы живете на хорошей погадой среде, на таком, как мясном бульоне, то там трептопана может быть завалившись, и совершенно не обязательнее его синтезировать, можно его просто засекать, из внешней среды закачивать. На самом деле, это зависит. И есть такая наука, когда фенотипы смотрят как раз в разных условиях. Смотрят, какие гены, какие условия являются обязательными. Это необходимо, никакие нет. А третья фишка там совсем смешна. Она вот такая, значит, давайте этот опыт делаем по-другому. Давайте, значит, постопот я рассказал, этот опыт такой. Мы убиваем гель, сажаем бактерию в помидку, смотрим, будет ли там дрожжу, и смотрим, будет она об этом родилась в тюрьме. А другой опыт, который на бактериях делали, на разных бактериях, я вот соавтором одной из этих статей, причем, я там смешной соавтор, причем, она и сам цитирует вот моих статей, как-то вышла, но она ранее была в праве технику, как раз в этой самой компании ее делали. Вот, но от моего куска в этой статье не осталось просто ни одного слова. Я там отвечал за некоторый кусок, написал там свои полстраницы, вот, потом как-то почесали репу, уже даже без меня там эти главные авторы, вот, решили, что это, в общем, вроде, как-то не очень, ну, в общего их не укладывают, так что, иначе, не папиру, понятно дело, выпилили, а они оставили в богородах. На самом деле, это известная морально-литическая проблема, она часто возникает, если люди делали вместе какой-то проект. И потом какие-то части этого проекта в статью пошли, а какие-то части этого проекта в статью не пошли. Вот. Я был в разных лабораториях, я это решался по-разному, я в основе считаю, что, если я в проекте работал, то даже если там его часть в каких-то причин не вошла, то все-таки он является автором всех остальных. В этом смысле у меня такая решительная трактория. В других лабораториях это одна по-разному. А, в смысле другого. Вот. Так вот. Эксперимент был такой. Значит, он был на стесловой, если я правильно помню, это не ладошка она. Значит, берем банку с стекилокопками, вот. Так вот. Стекилокопки. И, а вы, таблины, и вы, как че-то стерпозоны. Так. Стерпозоны устраиваются в стекилопок и выкину. У нас там сколько-то поколений там все это живет, а потом мы все это оттуда достаем. И сегвинируем. То есть, сначала мы делаем ПЦГ. А в качестве праймера берем он последовательный стерпозон. Где-нибудь близко к концу. А второй праймер там, я не помню, случайный какой-то. Случайный, наверное. Но смесь. Вот. В результате мы инсеклинируем те участки, в которые строился траспозон. И копируем их на геном. У нас теперь получается геном, и помечено, в какие места траспозоны встраивались вот в нашей этой чудесной популяции, которая банки жили. А дальше идея такая, что если у вас это действительно очень частое событие, если вы много траспозонов вложили, они много не встроились. В каждом клетке они встраиваются один раз, естественно. То есть, там, не много раз. Но вот суммарно они встраиваются в много раз. Если в этой ситуации оказывается ген, в который траспозон ни разу не встроился, то мы понимаем, что без этого гена жить нельзя, потому что он-то, конечно, встроился, но просто те, кому он туда встроился, они не нужны. И когда вы получали эту статью, значит, пришли, значит, прибежали эти вот люди, которые занимались нокаутами, значит, стали нам делать козу и говорили, что что за ерунда, у вас там жизненно важных генов, он, честно, больше, чем у нас. Вот смотрите, вы пишете, что это жизненно важно, а вот мы делаем у него нокаут, и вот вам пробирки, пожалуйста, живут. Сейчас я сделаю этот периодический прием, я сделаю паузу, спрошу, все ли могут объяснить, а какое-то такое получилось. Ну, кто-нибудь, хорошо, может быть. Условия не те же. Давайте, ну, то есть я буду еще и так. Я не знаю, какие у нас были условия здесь, но давайте считать, что они в одной и той же среде живут, при одной и той же температуре, что вот эти условия одинаковые. Сама сравним. А? Сама сравним. Конкуренция. Конкуренция, конечно, да. Потому что, когда он в пробирке, он сломался, он живет чуть-чуть хуже, но это никто не заметил, да, но там колония чуть виднее растет. А когда они, два года, и у них там, значит, зверения скалкопотонизма, то те, которые живут чуть хуже, мы все равно уже не видим. То есть те гены, которые, как бы, незначительно меняют, меняют приспособленность, но не радикально, да, не то, что просто помер без него. Значит, в пробирке они, действительно, идут как нормальные, без принципов, в общем, без которых можно обойтись, а банки они идут как необходимые. И это на самом деле вопрос философский. Вот, что считать необходимым геном? Значит, вот если там мутация по нему тебя убивает не до конца, но просто сильно портит. И там на волю тебя выпустить нельзя, ты там вздохнешь, а в лаборатории ты выжимешь. Вот, потому что ген считать необходимым или нет, это на самом деле, кстати, вопрос как бы уже не про науку, а про философскую науку, в зависимости от цели. Но, там, эволюционно на больших временах это, конечно, ген необходим. Вот. Уэл Кривот делают РНК-интерференцию, да? То есть, не нахаут, а на даут. Когда вы ген выключаете не навсегда, а вот там, где хотите выключить, да, в какой-то отделе РНК-интерференцию. Вот. Одно время был дикий бум вот этой самой науки про РНК-интерференцию. Теперь писали какие-то статьи, там, три массовые тоже эксперименты про РНК-интерференцию. И он, в общем, стиль. То есть, так как лабораторная техника это осталось, в каких-то конкретных ситуациях. Но вот статей про такую вот массовую РНК-интерференцию сразу всего-совсем, в общем, я уже давно не видел, на всякий случай тех, но главного журнала. Похоже, что там уровень режима такой, что вот массовые данные получаются плохие, плохо интерпретированные. Они плохо воспроизводятся опять из лаборатории в лабораторию, в общем, это немножко здорово наука. Вот. Ну и, наконец, основа про синтетические реталии. Ну, это то же самое. Те же самые фенотипы, только двумерные. Так что будет, если мы попросту сразу плохим. Да, очень частая ситуация, когда есть такие гены, которые по отдельности портить можно, и, в большая случае, без конкуренции, мы никакого фенотипа не увидим, на вопросе есть сразу два, и все по-другому. И вот, опять же, ситуация в том же примере с криптофаном. То есть, в то время, когда убьете криптофан в синтез, вот такие криптофан будет транспортер, вот так и криптофан. Если убили что-нибудь одно, на богатой среде этапы, если убили синтез, то он будет транспортером качать из бульона, убили транспортер, он будет синтез и синтезировать. Вместе убили криптофану не стало, все угодно. Тоже рисуют большие красивые картинки про синтетические ряда, я их потом покажу. Но где-то это лежит. В частности, база данных МИПС, где большое количество этого добра лежит. Используют это, в общем, в примере, это так же, как то, что я рассказал, по сравнительной длиной. Это просто еще один источник слабых соображений, каждый из которых пландирности с минусом не имеет, а в совокупности из них можно попытаться собирать какие-то красивые картинки. Ну, вот были всякие такие работы. Вот, например, была картинка «Грязевая», по-моему, это была работа. Да, вот, да, погоди, другая. Значит, они делали вот что. Нет, не «Грязевая», какая-то большая. Вот, значит, опять, это довольно старая статья, там, может, сейчас как биология знает больше, ну, вот был какой-то конкретный ген. Ну, более точно, это «Дулкок», то есть «Глазко-аркологичных генов», да, потом добыл разных живых существ. Это эукреатические какао. Кстати, какао сейчас делаю новые хорошие, и, наверное, их можно пользоваться по виду. Вот, значит, вот есть такой, значит, белок, такой, который есть у всех его период и архейий. И у человека это ингибитор РНК ЗР. Значит, а это часть некоторого пути деградации вирусных органов. И это всё замечательно, да? А у археи РНК-ЗР нет, поэтому ингибиторы РНК-ЗР там было бы странно, если бы она там была. Кстати, смотрите, что он там делает. И вот такой набор соображений. Ну, во-первых, посмотрели биологические крови. Белок, который есть во всех археях, во всех новых природах, отсутствует во всех бактериях. Значит, такие белки есть, их довольно много. И это, как правило, белки таких базовых биологических функций. Раскрипция, трансляция, репликация, репарация. Это все у нас общее с археями, в значительной степени. А у бактерий другое. И по этому поводу появилось много крови, когда обсуждали приспособление Белокариотов. Вот, это Белокариотов, один из топоробов, которым кровь впускали друг другу. Вот эти соображения. Значит, в Белокариотов он экспрессируется с репосомными белками и с белками процессинга репосомная РНК. То есть, с одной стороны, конечно, ингибитор РНК зрели, а с другой стороны, все-таки он экспрессируется с репосомными дрожжами. Показано было в массовом эксперименте белок-белковое взаимодействие с некоторым белком процессинга РНК. Ну, был эксперимент, просто опубликован, в трепоносоме там, среди тех прочих дверей, что слабый экспрессия этого белка ведет, значит, низкий уровень этого белка ведет к уменьшению общего уровня синтеза белков. Дальше там есть фрагмент из четырех сустиинов. Это самый, как раз, цинковый рент, то, что я рассказывал, когда про цинк-репосомную, говорил. Вроде бы он связывается с РНК. Ну и предсказание было, что, на самом деле, его роль как ингибитора этой самой РНК завтали учиться, а она и его роль, что это фактор процессинга репосомной РНК. И они сделали эксперимент и показали, что действительно, если этот белок мутирует, то будет, значит, у мутантов дефект процессинга, значит, пришественника репосомная РНК, а у дрожжа, кроме того, показано, что он просто связывается с незрелыми, молодыми с людьми, с репосомной РНК. То есть это не, я бы, какой еще РНК, а 16, до того, что у дрожжей там, а 18 сейчас называется. Вот. Ну, то есть, вроде бы, какая-то правда, это предсказательник была такая, вполне себе. Вот, и смотрели, да, это как бы один пример, вот это вот одна конкретная работа. А, значит, смотрели массово такого сорта вещи, они взяли все, 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 все гены врачи, посмотрели белоклубковое взаимодействие, по экспрессию, по локализации, опять, какие-то такие же массовые эксперименты, когда вы берете клетки и смотрите, где какие белки локализованы, да, берете просто фракцию метафондрий, ну да, как-то тонко разделяете там, там, метафондрий, ядро там, еще органели, смотрите отдельно, кто где, какие белки, где плавают. И сходство фенотипов, это то, что я положил, что вы можете смотреть не только летальность в качестве фенотипа, но и всякую условную летальность, например, в зависимости от состава среды, или в зависимости от температуры, при которой вас ведут, да, есть довольно много белков, скажем, которые в обычных дрожжей, которые в обычных условиях не нужны, а если, значит, температуру повысить, то дрожжи без этих белков помирают, а с этими белками живут себе, да, ну, тепловой шосток, тогда, в общем, жизнь необходима. Вот, ну, вот пример, да, вот они ставили свои такие картинки. Значит, что и это за картинки? Значит, каждый кружочек – это белок, а разные, что эти самые цветные пометочки – это, что мы про него знаем, каким функциональным категориям он относится. Это еще было, да, это уже, уже ГОК к этому времени еще попал, но был конкретный белок, а он замечает. Вот так вот, на вид – это нормальный белок, да, они так выглядят, вот там, на один, скажем, вот хороший белок, да, сик один тоже, такой белок с какой-то функцией, да, первые три буквы, сокращенные названия функции, а следующие – это номер, да, вот, значит, кре, функция, кре, асинресистов, вообще ничего не означает, на самом деле, да, на вид, да, неизвестные белки дрожжей, они называются, сейчас скажу, как тут на этой картинке нету, а на этой есть, вот, там, y, dr, потом какие-то цифры, еще указания на c, вот, вот, да, да, это вот типичное название брожжевого белка с неизвестной функцией. А тут, так на вид, он типичное название брожжевого белка с неизвестной функцией, на самом деле, это не функция, а каждого. Вот, а разноцветные, значит, эти самые юбра, которые все это соединяют – это вот какие, значит, красная, это когда эти два белка и кольца, то есть эти два гена поэкспрессируются, белки взаимодействуют, и фенотипы у них похожи, и локализацию не совпадают, да, то какие они совсем из одного детского сада пришлись. А желтые и синие – это когда чего-нибудь одному из этих четырех не хватает, да, то есть либо фонлокализации нету, либо скорство фенотипов нету. Вот. И вот, значит, такой хороший модуль довольно плотно связанных белков, вот, вот, через 10 сидит этот самый приятный стиль. И кто же с ним связан? Значит, 13 сидит белков в этой части комплекса тоже, вот, у 3 – процессинка рибосомная РНК, а еще 4, значит, аннотировано как имеющее отношение к метаболизму матричная РНК. Ну и, в общем, понятно теперь, что он, наверное, тоже как-то в процессинке РНК, в процессинке рибосомной РНК задается, да, возможно, часть просто того, что там он комплекс, который легко отваливается, поэтому сходы в составе комплекса не опозналась. Это еще лучше, значит, где называется ФАН, значит, расшифровывается вот так. Вот. И, ну, то же самое, например, такая же история, да, все его соседи занимаются в той или иной степени инициацией трансляции. Ну, наверное, он тоже так ему керево занимается, да, потому что, значит, еще он будет транспорт. И это тоже, вот у него даже была какая-то ассоциация, да, что вот это атлет-ваза, но при этом не транспортная. И опять, все его соседи занимаются инициацией трансляции. Что это общий повод действительно каких-то. Вот это уже такой настоящий неизвестный речевой белок. Но 91С у меня в предыдущей тактике тоже был. Да, это вполне. Тот же самый кент, только из другой статьи. Вот. А здесь, кстати, что-то не уговорили. А, только ха-ха, ха-ха, хей. Сейчас, это интересная история, потому что я никогда не обращал на это внимание. Смотрите. Значит, статья номер 1. Начинаем с ингибитора РНК за Иль. Дрожьевой представитель этого клуба, YDR091С, аннотируем его как автор процессинга рибосомной РНК. Значит. Теперь идем к статью номер 2. YDR091С. Тот же самый, да? Вот. И здесь это пример белка, который занимается инициацией трансляции. Да, вот. Я не обращал на это внимание. Сейчас обратим. Значит, наука замечательная. Очень уверен, мы можем сделать два не вполне совпадающих предсказания. Теперь, на самом деле, было бы интересно действительно кому-нибудь сделать это аккуратно посмотреть, как на самом деле. Дальше отдастся больше, а может быть еще тоже или нет. Хорошая задача. О, слушай, нет. Я эту задачку помню. Хорошо. Ну, тоже вот такое предсказание будет сделано. Вот. Это песочек из нашей работы. Значит, тут просто немножко другой набор соображений, поэтому... Если, да. Значит, смотрите. Значит. Мы, на самом деле, занимались мы тем, что мы хотели... Вот нашу науку про сравнительный анализ регуляции перетащить на дрожжей. Потому что тогда я с таким речью геномикенировал. И у нас была наивная идея, что то, что работало на бактериях... Мы понимали, что на многоцветочных это работать не будет, но у нас была наивная идея, что на бактериточных дрожжах это сработает. В общем, хорошо не получилось. Но что мы там увидели? Увидели мы там вот что. То есть мы действительно вот смотрели этот самый Леопи, вельциновый регулятор, и те гены, которые он регулирует. И нашли там вот какой герб. Вот этот. И стали его натюрой. Идея вот такая, что путь синтезоэликцина отражает, начинается метафония, а заканчивается в стоплазм. Метафония, он доходит до изопропилмолата, а в стоплазме, соответственно, с импропилмолата начинается. Значит, метафония и стоплазма, он попадает путем электропортировки, потому что транспортер не переделал. Значит, через-через трехплантический тоннель. Вот. И мы, значит, когда изучали вот эту самую элициновую регулятор, вот нашли потенциальные сайты перед этим теном. Вот они, как вы, хорошие сайты, толстые, да? Вот это разные дрожжи, и там все развалилось, а сайт стоит, как штык. Да, хорошая история. А дальше мы увидели... Вот я показываю эту картинку, но я быстро убрал. Вот, да. Вот он. Вот этот самый Леопи, литиновый регулятор, и вот как он выглядит в массовых данных чипсековских дрожжевых. А вот это, вот это, вот это, вот это, вот этот стол есть. На сколько мы за него тянулись. Вот это очень смешная история. Это какая-то очевидная ерунда. Это ген, который регулируется там всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем. Скорее всего, так не бывает. Скорее всего, у вас какой-то экспериментальный артифал, что-то там дискомнатный оказывает. Вот. И вот он где-то здесь, наш этот самый элициновый ген. Да, ну, то есть личность этого чипсек там плохая. Там примерно половина генов, у которых... Не бичит всех, а тогда чипсек был. Значит, примерно половина генов, значит, для которых этот сайт был анонсирован, он на самом деле к элициновому синтезу отношения не имеет. Скорее всего, он не регулируется. Вот. Но тем не менее, значит, мы его в этой табличке увидели и позадовались. Дальше там было соображение... Да. Значит, дальше там было соображение, что... У него четырестнадцать мембранных сегментов, таких довольно ярких, то есть он мембранный делок. Он локализован в литокодрии, то есть там, где нам надо. Значит, а дальше оказалось, что да, и он к аналогичным транспортеру три коксилаторов вызывает. Что тоже хорошо, потому что химически это довольно близкие вещи. И совсем это было ура. То есть мы это, кстати, напечатали, а? Но там история смешная, потому что этот самый транспортер три коксилаторов, вот это семейство, значит, этого транспортера, но значительная часть, да, вот эта вот ортология этого самого дрочевого белка, вот где-то здесь этот самый транспортер, не вижу где, а, вовсе. Но значительная часть, а, вот этот вот, да, вот на этой веточке. Но он же, этот же белок, был аннотирован как белок, участвующий в демиостазе железа. И многие другие белки, значит, на этой ветке тоже были аннотированы как белки, участвующие в демиостазе железа. И это, ну, во-первых, кто-нибудь может быть не прав. Так бывает. Я показывал, кстати, тоже там на первых лекциях, значит, такие анекдоты бывают, вот в предыдущих статьях, ребята. А, повторяю, это вообще та вещь, которая не обязательно противоречит друг другу, потому что это может быть просто херирующий, связанный как-то с херированием этого самого железа, да. Там, там, перекромсилаторы могут, значит, дерево железо на себя цеплять. И там участвовать действительно, там, где-то как-то сбор железа, или на русском спорте. В общем, на самом деле эта функция не обязательно друг другу противоречит. Но что этот спортер, в общем, хочется очень верить. Не знаю, я думаю, что никто это до сих пор не проверял. Очень-очень похоже на правду. А если это действительно еще, так сказать, тянется для меня осталось железо, то это вообще вполне такая идеологически стержательная история, которая тоже можно было бы... Надо уже экспериментально изучать. Вот, в общем, стихно-свеселое. Вот. Это как бы такая простая часть этого сюжета. А теперь мы будем делать, если лучше, потом длиннее. Кто-то обещал за мной следить за тебя, да бог, кто-то там. Давайте потом. А? Давайте потом. Потом, да. Вот. А второй, значит, это как бы такая, так сказать, немножко... Ну вот знаете, как история бывает новейшая, а бывает новая. Потому что я до сих пор рассказывал, что была новая история. А сейчас будет новейшая. Новейшая история — это когда все вот такие вот отдельные проектики по массовому изучению... Ну как проекты, проекты большие, по массовому изучению ничего нет. Значит, в какой-то момент многие из них собрались под одну крышу. И эта крыша называется проект Энголь. Значит, история этого такова, что когда сделали Энголь, то все эти люди, которые привыкли получать, значит, большие бабки за индустриальную биологию, значит, поняли, что уже геном человек и силан, а там и геном шипанзе, и им сколько денег не дадут. То есть, на какой-то отличие представляющие его кандидатмены и прочие парламентарии. И они стоят думают, что бы им такого крутого продать. И, как всегда, значит, проду Рима отрицает на предыдущие. Предыдущая идея была, что сейчас мы степенируем теном, и будет там счастье. А когда они теном степенировали, они пришли и сказали, что нет, ребята, ничего у счастья не будет, пока мы не поймем, как это все равно. Поэтому давайте мы теперь изучать всякую генетику. Давайте мы изучаем состояние троматина, нуклеосомы, манификации гистона, патруль-краспития, где какие связываются и все такое прочее чудесное. И тюхали, опять-таки, всем этим людям, что это надо делать. И был вот такой вот проектный код. Мы, собственно, сейчас есть. Это, наверное, 2 или 3 назад. Наверное, сейчас уже 3. Это вот результат, собственно, такой большой-большой публикации. Значит, вот они опубликовали сразу 33 статьи в разных журналах одновременно. Значит, работал над этим там полтыщи народу в 30 институтах. Значит, кучу всего сделали. Это вот этот пирник, который был таким координатором всего этого мероприятия. Довольно не стоит еще, надо сказать. Это не таком был координатором, но, по-моему, мы обойдем от тяжелых. Поэтому какие-то стилетические силы тоже были мощные. Вот. Довольно много сил. Значит, там были очень разные эксперименты. Они довольно много сил уложили на то, чтобы стентрализовать условия экспериментов, чтобы один и тот же эксперимент, сделанный в разных лабораториях, давал обеи и те же результаты. Удалось, и это не до конца. Опять-таки, вот. Там есть человек, которые с Александром Александровичем работают. Они там показывали всякие смешные артефакты, которые чуть-то привязаны к лабораториям, вынимаются мучительным анализом на корреляции между разными типами институтных методов, которых, на самом деле, не должно по биологическим соображениям. Они есть просто потому, что это не специфический сигнал просто аккумулялся по всей виду. И вот эти птичные сигналы куплеосом, его уровень зависит от оборудования. Хуже, на самом деле, сделаны первые статьи, естественно, да, потому что в техниках экспериментальных появлялась. Вот. И там какой-то есть еще смешной эффект, что обычно плохие данные публикуются в дающий РСМС. Я забыл, почему. У меня объясняли. Там логологические объяснения для этого. По-моему, это такие большие эксперименты, что действительно ни в какое количество падает от каждого конкретного эксперимента. Вот. Значит, вот эта страничка, я могу брать, откат. Значит, тут можно щелкать по разным статьям, читать. Большая часть этих статьи в открытом доступе. А можно щелкать? Сейчас у меня, по-моему, на следующем статье должно быть. А, да. Там была дверь в детских вещах. Во-первых, они... А, сейчас можно точно выяснить, когда это было. Значит, это было, когда был придут просто чемпионат первого футбола. И... Значит, они специально... Там был, значит, дефицент, потому что они специально откладывали публикацию. Там у них все это было принято. И они откладывали публикацию до того момента, пока что когда-то нет закончится. Потому что они хотели, чтобы про них написали в Нью-Йорк Таймс и вообще-то прочих чудесных газетах. И показали по телевизору. Вот. А если пока что-то от мира футбола, то, значит, телевизор занят совсем другими. Вот. И действительно, это было опубликовано, потому что там пара недели, но и то, чтобы она закончится. Я это знаю, потому что у нас на семинаре делал доклад, значит, человек, который просто... Вот. Был большой спектарелочек. К тому, что они писали. что 80% геном чего-то делают. И это пошло по всему, значит, это была фраза из официального пресс-релиза, пошло во все газеты, что все, больше нет никакой мусорной ДНК, вся ДНК жизненно важная, значит, переворок в науке. Вот. Ну... Оно, конечно, да. Значит, заметная часть генома в таком консервируется на таком углу. Там, заметная часть генома покрыта, скажем, намотана на модифицированные гистоны. То есть, вроде тоже как функция. Значит, вот эти самые заголовки чудесные. Это заголовки не New York Times. Это заголовки, там, это Science, там, что-то из этого Nature, то есть, это вот эти новостные заметки в научных журналах, да? Что вот никакой Джан Дин Ца нет. Так, мне нет этого слайда. Значит, была очень смешная статья Дэна Грауна. Дэн Грауна вообще не собственный человек. Он совсем не собственный. Он каждый несколько лет регулярно ввязывается в какой-нибудь скандал. Начинается с журналом, которым он главный редактор. Он, кстати, участвовал так. И он этих ребят разнес, потому что он сказал, что если у вас есть функция, то должна быть какая-то эволюционная консервативность. А большая часть, если никакой эволюционной консервативности не показывает, то это никакой функции нет. И вы, типа, все, значит, станете... Очень злобный злотекст. Вот. Это не совсем правда. Легко представить себе, что есть функция участка, которая, скажем, эволюционно молодая. И функция видоспецифичная. Так, бывает тоже. Но все-таки не на 80%. А дальше у него был очень смешной, значит, действительно, такой полемический пассаж. Очень хорошо. Ваше определение функции. Оно не биологическое, а чисто биохимическое. Вы называете, что... Вы говорите, что участок функционаля. Если в одном из ваших, там, значит, нескольких дюжин опытов на этом участке что-нибудь прилип. Прилип транскрипт или модифицированный экистон, там, или, этот самый, значит, участок конкретного хроматина, или, так сказать, связывание транскрипционного фактора, обошло. И вы говорите, что все, это участок функционаля. С этой точки зрения, говорит Данграун, 100% геном функциональный, потому что весь геном рефлицируется. Что является такой же биохимической функцией, как, например, транскрипция. Вот. Поэтому, значит, надо осторожнее сделать. Они, на самом деле, признали потом, что вот такой вот, значит, выбор слов в пресс-релизе... Это был следующий пресс-релиз, который объяснял, что выбор слов в предыдущем пресс-релизе был, так сказать, не вполне оптимальным. Создал эти ложные впечатления у, значит, неустойчивой части аудитории. В общем, немножко они как-то понятели градусы. Вот. Но с точки зрения отчета предконгресса, это очень хорошо, да? Что вот мы, значит, зачем делали геном? Потому что 80% его функционально важны. Зачем мы делали проект НКО? Ну, потому что, если мы его не сделали, он не знает, что 80% функционально важны, да? То есть там еще мало. Вот. Вот эта самая страничка кодовского проекта, она, наверное, добавно устроена. Потому что там, вот я говорю, там есть эти самые 9 статей. Ну, сейчас уже больше, конечно. А кроме того, есть так называемые нинти. Вот они здесь перечислены. То есть вы можете, как бы, если вас интересуют там мотивы, которые узнают за факторами транскрипции, то вообще то, если видимо про эти мотивы, могут быть раскиданы по разным статьям. В разных статьях смотрели там разные, ну да, видите, как вы смотрели открытый хроматил. Вся статья про открытый хроматил. Но там есть раздел про связь активного хроматила с сайтом связанным фактором транскрипции. Или там есть какая-нибудь статья про витерирование. Она в основном про витерирование, но там есть раздел про то, как устроено витерирование, опять-таки, с сайтом связанным фактором транскрипции и так далее. Вот вы можете нажать на какую-то вот из этих опачек, И вам выскочит выезд из статьи из разных. Вот про то, что вас интересует. Такой довольно хороший способ, на самом деле. Получается, альбом с выездами фактически, да? Топ. Довольно хороший получается, действительно, этот самый объект, который вполне интересно по нему ползать и что-то такое смотреть. Экспериментов, при этом, вот куча разных. Разные эксперименты по микелированию ДНК, определение открытого хроматина, в общем, очень много разных экспериментов делали. Это клеточные линии, на которых делали... Да, на самом деле, есть некоторые неправда. Потому что, когда говорится, что они посмотрели... Вот здесь на первом слайде у меня было. Она говорит, что они посмотрели 147 клеточных линий, и там откортировали 119 факторов транскрипции. Ну, это-то да, но только неподавляющего большинства этих клеточных линий, экспериментов с ними было сделано не так много. А активно изучали всего несколько клеточных линий, вот эти. Из них, по-моему, карта 562 какая-то плохая, если я правильно помню. Да и себя. Нет, и себя. Нет, и себя совсем ужасная, да, и себя просто вся битая. А вот из этих, которые вроде как молодые, вот карта 562, по-моему, тоже ругали, что она фактически уже, в общем, не очень хорошая клеточка. Вот эти данные не похожи на то, какой она наступит. Вот. Вот они действительно, вот на лидерах сделали много экспериментов. А на остальных сделали какие-то единичные эксперименты, так на самом деле это немножко не совсем правда. А вот это выглядит, да, собственно, вот эта картинка. Вот это разные эксперименты, а это разные клеточные линии. Ну, вот видно, что есть эксперименты, которые сделали на очень большом количестве линии. И это чипсейки и эрадресейки, да, то есть и транскритомика, и чипсейки. И есть клеточные линии, на которых сделано очень много всего. А в основном, конечно, большой белый палец. Вот. Ну, вот эта клеточная линия, просто та самая картинка только раздутая. Это вот основная клеточная линия, на которой было много разных экспериментов. Значит, что у них так получилось? У них так получилось дофига, значит, генов и транскриптов. Но в статистике, собственно, написано, я ее не могу сказать. Много-новых зонов нашли, много-новых зонов нашли. Значит, они убедились, что, если взять полный генов, то 75% геномов где-нибудь транскрибируются. А блоккодирующая часть нашего генома – это, там, по-прежнему, 1-2%. Имеется куча некодирующей транскрипции. По-видимому, для самых разных целей. То есть, есть антроны – это ладно, я тебя понимаю. Там есть некодирующие радио, какие-нибудь регуляторы – я тебя тоже всех понимаю. А есть, значит, такая транскрипция, например, транскрибируется инстанция. По-видимому, там такая транскрипция, которая, например, нужна для того, чтобы держать хроматинатизм в каком-то месте. То есть, транскрипция никого не нужна или нет, кроме хроматинатизм в каком-то, как и сэр говорили, движение «всё-цей» – ну что. Вот здесь довольно много транскрипций, которые нужна для того, чтобы какой-то участок транскрибировался. Сам транскрипт при этом не имеет деградирования. А если взять однуклеточную линию, то примерно 40% геномов будет подкрыто транскриптом. Ну, ясно, так же, что это зависит от губеносиклинирования, на самом деле, поэтому эти цифры не такие сильно условные. Вот. Примерно половины этого ещё и сплассируются. А половины не сплассируются, а просто инкровируются и взял. Ну, сравнивали с существующими аннотациями, показали, что там будет ничего нового и интересного. И на уровне транскриптов, и на уровне белокодирующих областей. В общем, нашли много всяких новых языков, много всяких новых генов, много всяких новых транскриптов и всего-всего-всего-всего-всего-всего. Вот. Нашли кучу новых некодирующих РНК. Там разных классов, как их расслассифицировали на регуляторные, там, антисенсовые и всякие прочее. Посмотрели экспрессию разными методами, но в основном АРНСЕК он как раз тогда появился, стал относительно дешёвым. Хорошая... Зона РЭЙ — это вот что такое. Это чип. Это микрочип, который попрыт олигонуклеотидами, комплементарными ко всевых зонах. То есть, это такой, значит, при этом АРНСЕКа. Такой непосредственно определяете, а вы смотрите, значит, таким зонам я скрипризовал. Но весь геном покрыт вот этими самыми олиговыми комплементарными ко всевых зонах. В общем, вы можете оценить уровень экспрессии таких просто. АРНСЕК — это уточнение пять четырех концов РНКА, пять четырех концов трансплитов. Это хорошее дело, полезное, потому что вы таким способом промоутеры тортируете. Есть другой проект FANTOM японский. Вот они вообще занимаются тортируемыми промоутерами автоматически абсолютно. В прошлый год выпуски несколько больших таких. Зато, когда я тортирую, там все промоутеры, все. И всякие чудесные свойства этих промоутеров. Вот. Значит, дело еще всех. В основном на факты транскрипции, но еще, кроме того, на компоненты РНК-плимерации. Еще всех компонентов РНК-плимерации понятно, почему интересно делать. Потому что, во-первых, опять-таки можно смотреть промоутеры, если это компоненты инициаторного комплекса. А можно смотреть на то, насколько интенсивно гены транскриптируются, но уже не по количеству транскриптов, а просто к тому, насколько плотно РНК-плимерации сидит на этом гене. И это тоже дело хорошее, потому что, конечно, таким способом вы можете разделить синтез и деградацию. Концентрация прослита зависит не только от того, с какой интенсивностью он транскриптируется, но и от того, с какой интенсивностью он деградирует. И, вообще говоря, интересно эти процессы смотреть по отдельности. К примеру, 8% генома покрытых потенциальными сайками, связанными фактором транскриптируются, что тоже дофига. У большинства сайтов их можно пластеризовать. Это пока что не сайты, это участки, которые из чипсека выскочили, а не из чипска высшего места. Ну, а дальше есть специальная наука. Если казалось, то, что, по-настоящему, тоже интересная вещь. Там же наука закончилась. Все, почините. Спасибо. Вообще, значит, задача поиска сайта связанных факторов транскриптируется. Боя точная мотива, которая узнается, она... В информатике существует... Примерно с топор, сколько я не реже занимаюсь, там, в середине 80-х годов, люди начали про это думать. Там первая статья будет, наверное, в 83-м году. А я информатике, значит, занимаюсь в 86-м году. Вот. Она как была всегда. И... Стандартная ситуация была, что у вас есть там какое-то количество экспериментально определенных там, бактериальных кипостатых промоутеров, там, не знаю, может, в 10. И давайте посмотрим, значит, нет ли у них какого-нибудь опцию участка, да? Называется, эта задача немножко локального выражения. И выкид программы, которые вы делали, это там тот же самый... Как называется... Стандартная стороновская программа. Мемик, да? Который все пользуются. Вот. Такие-то были более умные. В общем, все, что так-то было. А потом оказалось, что на самом деле мотив надо искать не в 10 хорошо определенных промоутеров, а так хорошо определенных, то, что вы точно не знаете, что эти промоутеры с этим фактом связывают и регулируют. А у вас там несколько сотен этих промоутеров связывают. Например, если эти несколько сотен, значит, несколько сотен, ну, меньшее количество, а половина, это не имеет отношения к тем. И оказалось, что это совсем другая задачка, что вот то, к чему примут ли люди, которые занимались вот это немножко локальным выполнением, вот эти алгоритмы, то есть эти программы, они совершенно не работают на чертековских, да? Да, да. Потому что совершенно другая природа живут. Относительно короткие участки, но при этом много лишних, которые в этой выборке быть не должны. Но тем не менее, вот люди определили, что подавляющее большинство сайтов, значит, можно пластеризовать, найти сильный мотив, значит, какой-нибудь в этих сайтах. И заметная часть, да, значит, примерно половина, в половине случаев это уже известный мотив какого-то транскрипционного фактора, а так, ну, речь про человека играет. Ну, вот еще примерно 30 процентов, да, это, кстати, новые мотивы для тех мотивов, которых мы не... то есть я там примерно не знаю, возраст данных нет. И дальше тоже появляется чрезвычайная задача. У нас есть дофига мотивов от неизвестного транскрипционного фактора. Можем ли мы примотать транскрипционные факторы к их мотивам. Вот. Мы это пытались сделать на бактерии, как с другого круга, но, в общем, до некоторой степени это получается. На этом сейчас покажу. Да, 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 опять, это разные факторы транскрипции, разные клеточные линии, где что-то смотрели. В первой столбике это такая сранка полимеразика. Ну, вот новые мотивы, примеры новых мотивов, да, какой-нибудь пример. Ну, вот это просто новый мотив, которого раньше никто не видел. Вот он мотив, довольно хороший консенсус. Но дальше есть дополнительные соображения, потому что просто так предъявить консенсус при таком объеме как большого манина. Так доказать, что он правил. Ну, не консенсус, а глоба, не важно. Вот. А доказывается двумя способами. Вот это два нижних графика. Значит, первый график — это консервативность. Давайте мы возьмем все случаи, которые мы считаем, примерами этого мотива, как в таких сайках, да, чтобы быть те, которые вошли бы рисовать вот эту диаграмму. И посмотрим на эти участки по выравниванию геномов большого количества разных метрикадочек. Есть специальная метрика, которая называется там фило-пэ. Есть и другие, но это как бы стандартная. Это та, которая реализована в человеческом браузере, из-за того, что санхасайкатория в зонт-круде. И, да, действительно, очень хорошо все получается, потому что здесь мы возьмем примеры вот это вот конкретное воплощение мотива, в конкретный сайт, который этот мотив формирует, то окажется, что эти сайты действительно консервативны число лучше, чем соседние муклеоксиды. Ну, то есть, есть повод думать, что мы сейчас слои не функциональны. Второе, что посмотрели, это вот эта картинка. Они посмотрели открытость хроматива. Я про это потом подробнее буду говорить отдельно, поэтому я сейчас просто это упомяну, а там еще несколько слайдов, раз про это будет отдельная история. Ну, вот, значит, у них вот и куча каких-то новых мотивов. Дальше у них есть варианты известных мотивов. Ну, вот, например, здесь. Вот это известный мотив, а потом оказалось, что тут можно немножко разлинуть на один муклеокид. И это тоже такой мотив есть здесь тоже, да? Вот это известный мотив, а это его вариант с немножко другим расстоянием между вот этими консервативными ключами. Вот. А кроме того, оказалось, что есть такие известные мотивы, рядом с которыми на фиксированном расстоянии тоже имеется какая-то консервативность. То есть, мотив на самом деле не такой, а для нее. А на самом деле здесь интересно, потому что есть повод думать, что вот это на самом деле не мотив какого-то одного фактора, а это мотив какого-то в комплексе вот с этим уже известно. Такой пример, когда какой-то гейтер-димерный комплекс относуется, и, соответственно, вот это связывание одного фактора, а это связывание другого фактора. Вот. Ну, а там и здесь тоже самое, да? Ну, а там что и вы знаете? В общем, все эти случаи, конечно, в хорошем. Сделали функциональный анализ сайта. Это довольно смешно. И, да, взяли какую-то... Это маленькая статья, она такая не совочная, а про одну конкретную историю. Они взяли сайты связанные вот этого белка Y, или Y, вот. Вот. И поделили все сайты на активаторные репрессорные. Да, это белоксуальная функция, он какие-то ген активирует, какие-то репрессивные. А вот, если что они репрессируют, мы можем посмотреть, когда она выстроилась сеть. Сайты связанные вы знаете из чипсета. Давайте поделим на две группы, и оказывается, что они действительно немножко разные. Ну, я не помню, кто есть никакой, конечно, это не важно, да, но вот в этой позиции видно, что... По-моему, вот эта активаторная, это и связанная. Вот видно, что вот эта позиция, значит, и вот эта в активаторных сайтах, в общем, ничего не значат, а в репрессорных она вполне себе важна. Такой вполне тоже забавный какой-то. Структурные особенности можно смотреть. Ну, например, давайте посмотрим, какие белки любят связываться в одних и тех же участках. Да, мы берем чипсековские данные, значит, картируем сайты связывания одного белка, картируем сайты связывания другого белка, ну, там, уточняем при помощи мотивов, чтобы шум немножко подавить. Вот. А потом смотрим, какие сайты часто оказываются рядом. Ну, вот рисуем такие чудесные картинки, вот видно, что какие-то сайты действительно ведут друг с другом. Значит, иногда на той же цепи, иногда на разных. там, иногда есть, вроде, яркое предпочтение простояние, но иногда его нет, но, в общем, это куча науки, которой можно последовать, да. А это вот то, что я обещал про доступность хроматина. Там, на самом деле, ситуация очень красивая, потому что это ситуация, когда интерпретация меняется на лишних театров, в какой, в каком масштабе мы на эти данные смотрим. Потому что, в принципе, активный хроматин для первой ДНК за доступность. Он отрывает, он рыхлый. Значит, ДНК за так прилезает, и все растает. И мы можем это померить, потому что можем обработать эти самые ДНК за, а потом посмотреть, где у нас в конце фрагментов картируются преимущества, и, значит, будет там счастье. Но если у вас в каком-то участке связалась, например, эта капля Мираза и кундук-папас транскрипционный, то он, конкретно этот маленький участок, да, вот когда я говорю, капля Мираза Мачина, это там масштаб порядка килобатс, десятки килобатс. Да, это целая область киндук. А если мы теперь посмотрим мелтоскоп, так что у нас каждая позиция теперь будет видна по отдельности, то оказывается, что когда у нас связался фактор, связанный, значит, с инфекционной ДНК, или, например, Мираза, то она вот свой центр вот первой ДНК заэкранирована. И это вот радостно видно, потому что возьмем мы, значит, да, ну там есть какая-то наука, значит, про… Вот, да, вот мы возьмем, значит, этот самый фактор, какой-то один конкретный, это вот один участок киндук. Вот это область, да, вот это вот весь и нутриотик. Много-много чипсековских фрагментов сюда картируется. То есть это вот где-то в середине, там где пик, это, по-видимому, сам сайт связанного. Это модельная наука, как превращать вот эти вот профили чипсековские в хорошо локализованные киндук места. В общем, без мотивов, без последовательности это делать не очень хорошо удается. Вот, это открытость для хроматина. То есть сам участок для хроматина открыт. Ну и, понятное дело, если бы он был закрыт, то как бы этот фактор не мог добрался. Теперь, когда мы смотрим в кубку, то мы видим замечательное. Вот тут все открыто, 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 открыто для хроматина для адвентаза. А вот этот участок полностью экранирует. А если теперь посмотрим на консервативность этого участка, то она вот такая, ну здесь что-то такое консервативное уже есть. Но вот здесь конкретно локальная тазик, консервативность такая-то никакая, а конкретно в этом участке она повыше. А вот она последовательно стоит в середине всего этого чудесного места, мы как раз видим, потенциальные мотивы связывания для полков. Теперь давайте смотреть систематически. Ну, например, возьмем тот же самый сайт связывания, возьмем все вот эти потенциальные сайты и упорядочим по доступности для ДНК, глобальной доступности вообще. Отцентруем все это по мотиву, благо мы его знаем. И увидим такую чудесную картину, смотрите. Значит, здесь какая-то средняя доступность, на краях вообще все доступно, а в середине, наоборот, все заэкранировано. И опять у меня сейчас будет слайд, где это объясняется. Вот, теперь возьмем то же самое, те же самые сайты и померяем для них консервативность позвоночника. Ну и такая же чудесная картинка, да, что вот он сайт, вот он мотив, и вот он действительно честно консервативнее, чем то, что у него сторона. А можем все это откортировать просто глобально на геном. Да, вот тут опять, тут данные про доступность хроматина. Это, значит, Т-клетка, ТТ-лимпоцил, а это нейрон. Две разных леточных линии. И вот откортированы эти самые чипсековские. А тут мотивы откортированы виноваты. И тут вот видны участки, действительно, которые больше или меньше доступны для указа. Потому что видно, что там, где провалы, там много-много мотивов. То есть там действительно что-то связывается. Вот. А теперь почему, так правда, вот почему вот эти белые полоски, почему здесь открыто? А потому что, когда белок связывает, о, как я это говорю, действительно. А то еще все спят. Вот. Так почему, кто знает? Чтобы ДНК всегда это не расплестили. Ну, не то, чтобы совсем расплести, вот ломать немножко нужно. Да. Там ломается ДНК. Вот где другого фактора показано. У нас такая же картинка тоже. Вот это заэкранированный участок, а в середине, вот, в середине излом ДНК. А там просто здесь есть структура фактора с ДНК. И вот он ее, где-то он ее действительно немножко нарушает. Структура, она, соответственно, сразу становится хрупкой. Вот. А это то же самое, значит, это консервативный участок. Нет, это доступно сведения. То есть это, вот этот профиль, это усоединение вот этой картинки. Вот. И это куча разных картинок про разные сайты. Это 53 знаменитые любимые, да, которые, этот самый, уступая самая. Синенький – это доступность для ДНК, а красненький – это консервативный. Стоит оно внутри сайта, так очень хорошо выглядит. Вот. В общем, все это хорошо и замечательно. И это то же самое, только для промоутеров. Опять, промоутеры в среднем открыты, но сам промоутер при этом прикрыт РНК полимеразом. Но при этом все это покружено в открытую руку. Вот. А тут замечательно, потому что тут теперь можно смотреть направление транспирта. Да, если вы... Ну, понятно, когда вы делаете чипсек, то он относительно цепи не ориентирован. Вот. Вот. Ну, дальше вы все это картируете, и картинка вот какая. Сейчас я собираюсь здесь нарисована. А здесь нарисовано вот что. Это центр футпринта. Сейчас футпринт. Да. На эту картинку сначала посмотрите. Вот она РНК полимераза. Опять, синяя, это вот усредненный вот этот профиль. То есть вот там, где провал, это там, где РНК полимераза собственно сидит. По концам все открыто. Опять-таки промоутер красная, значит, это консерватив. Промоутер честно консервативнее, чем то, что у него слева и справа. Все как положено. Теперь мы берем центр этого футпринта. И смотрим относительно него пять четыре конца известных транскриптов. Это ЕСТ. И смотрим относительно вот этой точки. Эти самые кейш-тэкс. Это вот способы точно определять, ну там, как получится более точно точно определять кейшификации транскриптов. Вот. И вот мы видим, что действительно это как бы по многим кенам сразу на этой картинке нарисовано. Мы видим, что действительно промоутеры попадают очень хорошо. Старки транскрипции, прошу прощения, попадают как раз в центре вот этих самых экранировых местах. То очень хорошо получается. Вот можно смотреть мотивы Денова. Это я, собственно, уже практически рассказал. Опять, значит, когда мы смотрим мотивы Денова, значит, что мы видим, что какой-то участок заэкранирован в большом количестве клеток. Значит, здесь не с кем-то, кто-то связывается. А после этого можно такие участки пластеризовать. Можно сюда же еще подцепить данные по чипсеку. Тогда данные по чипсеку вам говорят такой фактор транскриптики, если он уже известный. Эти данные позволяют мотив хорошо стокализовать, и потом можно, значит, мотивы просто выписывать. И смогли какие-то новые сайты, новые мотивы таким способом искать. Если чипсеку вам только известны факторы транскриптики, то вы не везде знаете, с которыми работали. А если чипсеку, то можно, конечно, просто пластеризация вот этих вот участков, можно тоже какие-то новые мотивы искать. Люди этим занимались. Ну, да, значит, мотивы известны факторам в доступных участках. Значит, можно смотреть клеированное появление мотивов, можно смотреть клеированное появление мотивов в промоутерах и энхансерах, и пытаться говорить о том, какой энхансер такой промоутер регулирует. Если у вас есть какая-то пара факторов, и вы часто видите, что один фактор связался в энхансерах, а другой фактор связался в промоутере, и этот хансер с промоутером находится. Ну да, в каком-то разумном смысле рядом, то можно было бы, что это неслучайно, смотреть, какие коррелиации между факторами, промоутерами и энхансерами. И это вот то, что здесь пытались как раз делать. Если я правильно понимаю, уже такая картинка показывает, какие факторы с какими бывают. У каких факторов с какими коррелировано и являются потенциальные связывания. Потенциальные несли анализов последуют, если о смысле всех вот этих чудесных массовых данных, которые были. И какие-то сети таким способом настраиваются, известные, значит, вроде бы это дается листы. Вот. Можно смотреть непрямые взаимодействия. Потому что если у вас есть чипсек, значит, как делать там, перед тем, как делать чипсек, надо сделать промоутерами, там все связывает с сафиром. И когда вы потом антитерру тянете, то вы можете потянуть не на тот фактор, который непосредственно взаимодействует с ДНК, а на тот, который с ним промоутерами связался. И, с одной стороны, Мамач создает шум, потому что ровно вот те самые фрагменты, которые специфически вытащились, и никакого материнсайта внутри себя не держит. А с другой стороны, Мамач тут сообщает про то, какие белки с какими клетками взаимодействуют. И это вот таблица, значит, кто с кем взаимодействует. Да, это те, которые прямо связаны, потому что здесь есть чипсековский пик и имеется футпринт с мотивом. Да, да, это вот ДНК с футпринт и мотив там. Вот. А это те, которые, чипсековский пик есть, а футпринта нет, и мотива нет. И, значит, вот видно, что вот у вас как бы есть теперь пары напрямую связавшихся фактора и того, который с ним взаимодействовал. Ну и, когда считаешь, показано, что какие-то примеры этого действительно то, что мировой науке известны. А то здесь стало мировой науке неизвестным, поэтому их там гораздо отсутствует. А мы можем смотреть как-то типичные. Опять, значит, ДНК за 1. Это вот профили открытости, ну, то есть профили обрезания описания ДНК за 1. И вот чудесная история вот здесь, да, в нейронах, значит, это место... У всех это место прикрыто, а в нейронах это место доступно. И это действительно сайт связывания нейропатистического фактора. А это универсальный фактор по идее, да, то здесь я делаю. Вот, наоборот. Кукс пытался сказать, может, что это... А, это репрессор, прошу прощения, поэтому он здесь открыт. Это репрессор, здесь он все прикрывает и выключает, а здесь он сваливается и генрадошки. А универсальные сайты, они всегда прикрывают. Вот. 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 Если у вас есть такое, да, если у вас есть, значит, тоже... Это просто какие-то наборы, ну, не то что совсем случайных, а таких интересных картинок из всех этих чудесных статей, так, примерно. И показываю ей действительно как пример того, на что можно смотреть. На каждую конкретность картинки медитировать, в общем, не обязательно. Вот. Здесь вот что. Значит, это разные энканцеры, а это разные клеточные линии. А это профили доступности для ДНК за этих энканцеров. И вот видно, что, скажем, вот этот энканцер и вот этот энканцер, они у одних тех клеточных линий открыты. Да, вот тут открыты, а тут закрыты. И это такая вот пластеризация энканцеров по функциональности разных клеточных линий. Опять-таки, из этого может, наверное, быть хорошим профессионалом. Но мы эти энканцеры проверяли потом в основе. И эти самые остальные новые реальности. Они прозрачные, поэтому нехорошо посмотрели. Вот.